Когда-то здесь была греческая деревня Лаки. Люди выращивали табак, виноград, разводили скот, растили детей. У них был свой быт, собственный мир с чистым небом над головой. Но потом пришла война и случилась трагедия, которую назвали Крымской Хатынью. Самое любопытное, что произошла она за год до сожжения Хатыни, день в день 23 марта 1942 года. Дождливым утром 23 марта 1942 года в Лаки на трех грузовиках приехали каратели. Жителей согнали в церковь и стали допрашивать о том, где скот, почему пустые сараи, куда из деревни ушли многие люди. Председателя колхоза Владимира Лили, бухгалтера, еще троих человек арестовали, повели под конвой в Керменчик. Владимиру Лили и Николаю Спаи удалось по дороге бежать, к вечеру того же дня добраться до партизан. Сейчас внук героя подходит к памятнику, читает список погибших родственников. Имена 11 человек с одной фамилией Спаи навсегда сохранит на себе могильный камень. Кто был сожжен по месту проживания, кто был брошен в колодец, кто был расстрелян. Даже немецкие офицеры удивлялись той жестокости, которую являли по отношению к ним предатели. Ну и после сожжения этого села сожгли, уничтожили людей, сожгли жилища. Жители села помогали партизанам едой, обеспечивали одеждой. В окрестностях располагалось много других деревень, но практически во всех были предатели, готовы выдать отряд фашистским карателям. В деревне Лаки жители поддерживали советскую власть. За помощь партизанам немцы расстреляли более 30 мужчин. Женщин и детей сжигали вместе с домами. Всего предали огню 87 дворов. Лишь церковь не позволила уничтожить себя до основания. Отреставрированный храм святого евангелиста Луки стоит до сих пор. Это село было превращено в братскую могилу. Здесь на памятнике указаны фамилии тех лиц, которые погибли в этот день. И жизнь села с этого дня была прекращена. В дальнейшем церковь построена, была разрушена. И родственники погибших, лакенцев, приезжали сюда обычно на 9 мая вспомнить своих родственников. Прошло 77 лет с момента трагедии. Но люди до сих пор не забывают страшные события и подробности уничтожения деревни Лаки. На месте, где стояли дома, теперь поле, только церковь и памятник. Напоминают, что здесь была деревня и в ней жили греки, пока в их дом не пришла беда. Яна Витренюк, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ, Бахчисарайский район.